Добрый день, возлюбленные Христе, братья и сестры! Сегодня мы ближе и ближе приближаемся к окончаниям дней Великого Поста, к окончанию дней Святой Четыридесятницы, а это значит, мы ближе и ближе приближаемся к дням Святой Пасхи. И хотя до этого светлого дня осталось еще определенное время, мы, тем не менее, всем своим существом чувствуем приближение этого Великого Дня. И, подобно хорошей хозяйке, которая перед приходом дорогих гостей готовит свое жилище, чтобы принять достойно этих гостей, так и мы готовим не только свое жилище, но и наши души, чтобы принять этот светлый праздник. И сегодня мы с вами приближаемся к преддверию этого праздника – это Клазаревые субботи и Дню Вербного Воскресения, входа Господня в Иерусалим. Я хотел бы более подробно остановиться на этих событиях, потому что, по сути, без них и не было бы определенной цепочки, которая приблизила бы нас к этому великому и замечательному дню. Из истории церкви мы знаем, что действительно христианы были гонимы. Гоним и сам был Христос, и он был очень часто вынужден менять места своего пребывания, потому что злобствующие иудеи пытались сделать очень-очень многое, чтобы как бы спровоцировать Христа на определенные такие вещи, в результате которой они могли придать его суду. Но поскольку им это сделать было довольно сложно, и народ следовал за Христом, то бывали такие моменты, что Спаситель вынужден был удалиться в отдаленные или пустынные места. И так получилось, что, безусловно, Спаситель общался с народом, в том числе, естественно, прежде всего, с простым народом. И вот была семья, которой он духовно был близок. Это сёстры Марфа, Мария и брат их Лазарь. Так получается, что об этой истории мы неоднократно слышим в Евангелии практически у всех четырёх евангелистов. И, в общем-то, когда мы отмечаем память Матери Божией, то каждый раз мы читаем Евангелие о том, что как Христос пришёл в гости к этой семье, и одна из сестёр заботилась об угощении, готовила трапезу, а вторая просто села и слушала, что говорил Спаситель. И когда та сестре, которая готовила, пришла в недоумение и говорит, «Господи, ну ты скажи, чтобы моя сестра мне хотя бы помогла, она только тебя слушает». На что сказал ей Спаситель, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от неё». То есть Спаситель не упрекнул её за её заботу, но просто сказал, что основное сейчас – это выслушать его проповедь, которую он говорил. И вот так получилось. Когда Спаситель был в отдалении, то брат вот этих двух сестёр Лазаря тяжело заболел. И, несмотря на то, что он был относительно молод, болезнь эта прогрессировала. И слух о болезни Лазаря дошла в том числе и до учеников Спасителя. И они сказали ему об этом. И сказали, что надо бы помолиться о нём, потому что друг наш Лазарь болен. На что Спаситель говорит, «Нет, я пойду и исцелю его. Куда ты пойдёшь?» – обращаются к нему ученики. «Ты посмотри, как иудеи преследуют тебя. Ты не можешь этого сделать, ты же погубишь всё». На что Спаситель сказал, «Несмотря на то, что друг наш Лазарь уснул, я пойду, чтобы разбудить его». А они, не понимая, о чём идёт речь, сказали, «Ну, если же он уснул, значит, Борис пошёл на поправку, значит, он скоро выздоровеет». Нет. Тогда он прямо сказал, что Лазарь умер, и я иду вместе. Хотя он, естественно, не мог об этом знать. И когда вся процессия во главе со Спасителем пришла в этот город, где жили вот эти две сестры и их брат Лазарь, то на самом деле действительно несколько дней тому назад Лазарь скончался и, более того, уже был похоронен. И когда Марфа и Мария бросились к ногам Спасителя, чтобы он утешил их, то он сказал, «Не плачьте, ибо Лазарь не умер, но спит». Как ты так говоришь? Вот уже прошло четыре дня, как мы его похоронили. И как по тем восточным обычаям, хоронили в пещере. И получается, что к этой пещере, чтобы не смердило, потому что, естественно, шёл распад тела, то прикладывали такой камень. На что Спаситель сказал, «Нет, я пойду, чтобы разбудить его». И когда он пошёл, то многие иудеи последовали за ним, потому что для них было очень интересно, а что же он предпримет, какое же интересное событие произойдёт. И кто-то, может быть, действительно из сочувствия к этой семье, а может быть, кто-то даже по другим каким-то, чисто из человеческого любопытства, пошли за этой процессией. И Спаситель велел отворить вот этот камень от дверей гроба. И на что иудеи возражали, говорят, «Ну, он же четыре дня в этом гробе. Что мы сделаем?» Нет, Спаситель добился своего, и камень отвалили от дверей гроба. И когда Спаситель вошёл вот в эту пещеру, то он вывел Лазаря, всего Увидова, погребальными пеленами. Таким образом, Спаситель накануне вот этих дней воскресил самого Лазаря. Вот. Иногда мы его называем четырёднодневным, потому что четыре дня он был мёртв. И Господь воскресил его. И тогда многие иудеи уверовали. Но другие пошли и доложили фарисеям, и законноучителям, говоря, «Вот ты посмотри, что делает этот человек. Всё больше и больше идёт народа за ним. И как бы ни случилось чего худшего, поэтому мы просим, чтобы вы что-то предприняли». Вот. Вместо того, чтобы радоваться и с этими сёстрами, и с этой семьёй, да и со всем народом, которые были очевидцами этим и чудом, не просто где-то вот они прочитали об этом, услышали, вот. Они это увидели. Они стали, наоборот, как бы преследовать и искать случай удобного, чтобы предать Спасителя. А тем временем весь народ, приняв его за Мессию и за Царя, просил его о чём-то большем. И вот тогда Спаситель посылает двух учеников, чтобы они нашли молодого осла, который был привязан к ослице, и чтобы привели его сюда. Если кто-то и будет спрашивать у вас, зачем вы это делаете, вы сказали, так повелел учитель, и тотчас отпустит этого осла. И действительно, через некоторое время ученики нашли у этого ослица, у этого осла и привели к Спасителю. И Спаситель, постелив на осла определенные одежды, стал входить в Иерусалим. Почему и наступающий праздник называется «Вход Господень в Иерусалим» – «Вербные воскресенья». И весь народ, ну, тогда у них не было таких враней, взяли пальмовые ветви и торжественно, как царя, стали встречать Божественного Учителя, говоря «Ассанна», «Ассанна». То есть это такие слова приветствия. И причем постелали ветви, постелали одежды и встречали Христа, как действительно царя. Потому что по обычаям того времени на животном, сидя, мог входить только какой-то непростой человек, какая-то царственная особа. И вот Спаситель торжественно, как царь, входит в Иерусалим. Почему и вот праздник Вербного Воскресения, он называется более правильно, как «Вход Господний в Иерусалим». И тогда фарисеи подошли к Спасителю и говоря, «Ты скажи им, чтобы они хоть как-то умолкли, потому что такой шум, что невозможно». На что Спаситель сказал, «Если они умолкнут, то камни возобьют». И предсказал те события, которые предстояли быть в Иерусалиме, что Иерусалим – Иерусалим, камнями побивающий пророков и убивающих постлано к себе. Пройдет совсем немного времени, а мы знаем, что прошло 40 лет потом, что не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено. И потому что ты сам своим поведением привел все к этому. Но до этого еще пройдет время. А сегодня Спаситель входит в Иерусалим. Сегодня весь народ торжественно приветствует его. И задается такой очень интересный вопрос. Ну, как же так? Ну, почему вот этот народ, который кричал осанно, который постелал ветви, который постелал дорогие одежды, который становился на колени перед Спасителем, почему пройдет совсем немного времени? Совсем немного времени. И этот же народ с той же силой будет кричать Пилату, «Распни! Распни его!» Ведь мы с вами, по сути, находимся накануне Страстной Седмицы, накануне Великих дней. Но откуда так? Почему получается такая вещь, что сегодня люди говорят одно, а пройдет несколько дней, и они будут говорить совершенно другое? Где же их уверенность? Где же их преданность? Где же их любовь? Почему произойдет так? Да потому что на самом деле толпа, она ведома. И так уж получается, к сожалению, что мы не всегда понимаем, что мы делаем. И поэтому, дорогие мои, мы всегда должны быть очень осторожны во многих своих мнениях. Нередко мы слышим о том или ином человеке, может быть, даже близком нам, который кто-то говорит, «Вы знаете, вот он сделал то-то и то-то», и так далее. А мы, не проверив, и даже, может, толком не выслушав, говорим, вот точно, какой он непорядочный, какой он нехороший, как он это сделал нехорошо, того не понимая. Что очень часто нам просто говорят заведомо не совсем правду. И поэтому мы должны всегда жить своим умом. Вот. Как жили ученики, как жили последователи Спасителя, и которые были рады, когда у него были радости, и которые пошли за Нем тогда, когда ему предстояли крестные страдания. Вы понимаете? Вот, по сути, сейчас уже завершаются дни Святой Четыридесятницы. Наступают уже особые дни, вот, особые дни подготовки к празднику Святой Пасхи. И во многом они обязывают нас посмотреть и за нашей собственной жизнью, которая, наверное, полна и хорошего, и сложного, и не всегда удобоносимого, но в то же время очень нужного для нас времени. И сегодня, как бы вот, входя в завершающую стадию нашей духовной весны, нашего великого поста, мы, наверное, должны более твёрдо настроиться на нужный и необходимый лад, чтобы мы были действительно более строги к себе и, может быть, более снисходительны к нашему ближнему. День Вербного Воскресения, он знаменит ещё тем, что знаменит нам том, что ведь, смотрите, вот эти вербочки, с которыми мы стоим, особенно на всеношном бдении, на божественной литургии, когда происходит чин освящения вербы, они, вот смотрите, они только-только начинают быть в таких вот барашках. Но пройдёт немного времени, и из этих барашков обязательно появятся зелёные листва. То есть всё как бы начинает оживать в природе. Мы приблизились не только к нашей духовной, но и к такой физической весне, потому что на самом деле всё это начинает производить довольно такое интересное, хорошее впечатление на нас с вами. И действительно, этот праздник, он велик тем, что как бы на самом деле он, с одной стороны, завершает дни Святой Четыридесятницы, а с другой стороны, он на самом деле как бы вот даёт уже нам новую, завершающую ступень, когда мы приближаемся к празднику Святой Пасхи, и когда мы внутренне настраиваемся на эти спасительные дни Страстной Седмицы. Я бы хотел, наверное, всем нам пожелать, чтобы многие в этот день, и не только в этот день, но и на выступающие дни Святой Четыридесятницы, сподобятся поисповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин. И на самом деле это очень, наверное, важно для каждого христианина, чтобы мы осознали свои страсти, может быть, как-то поработали над своими пороками и постарались достойно встретить наступающие дни Святой Пасхи. От всей души, дорогие мои, я желаю вам замечательных дней, и пусть каждый из нас найдёт в этом своё духовное удовлетворение, получит удовольствие, получит ту духовную бодрость, которая, по сути, наверное, очень важна сегодня для каждого из нас. И мы действительно будем готовиться не только внешне, но и внутренне, чтобы достойно встретить этот великий и замечательный праздник. От всей души благодарю вас за внимание и желаю вам спасительного времени наступающей Страстной Седмицы. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова